На сегодняшний день уборка зерновых культур в республике практически завершена. Обмолочено 15 миллионов гектаров или 99,7% уборочной площади зерновых. Намолочено в первоначальном весе около 14 миллионов тонн зерна при урожайности 9,6 центра с гектара. Осталось убрать 52 тысячи газ зерновых культур, в основном это кукуруза и рис, в областях Южного региона. Валовый сбор зерна в весе после доработки по оперативным данным Управления сельского хозяйства Акиматова областей предполагается на уровне 12 миллионов тонн указанного объема с учетом 9,8 миллионов тонн остатков зерна прошлых лет на 1 июля 2012 года достаточно для обеспечения внутренней потребности и поставки на экспорт порядка 8 миллионов тонн. Масличные культуры убраны с 57% площадей овощебахчевый и картофель с 95%, хлопчатник с 95%. Приступили к уборке сахарной свеклы на юге страны. Продолжается работа по подготовке предстоящей зимовки скота, проведению осенне-полевых работ. Заготовлено 15,3 миллиона тонн сена, что составляет 105% к плану, 328 тысяч тонн сенажа, 108%, 510 тысяч тонн силоса, 135% и 1,8 миллиона тонн соломы. А зимы и зерновые культуры посеяны на площади 276 тысяч гектаров или 51% к намеченному. Зябь вспахана на 89% запланированных площадей, вывезена с полей 2,1 миллиона тонн соломы, это 98% от потребностей. Засыпано более 2 миллионов тонн семян зерновых культур при потребности 2,2 миллиона тонн или 93%. Заготовка семян продолжается. Дефицит семян в объеме 49,5 тысяч тонн, около 2% от потребностей ожидается в Актюбинской 20 тысяч тонн, Павлодарской 1,5 тысяч тонн и Кустанайской 28 тысяч тонн, в областях которые планируется восполнить за счет государственных ресурсов семян. Соответствующее поручение об их формировании в объеме порядка 50 тысяч тонн было дано Продкорпорации протокольным поручением заседания правительства 24 июля текущего года. Денежные средства на эти цели у Продкорпорации имеются и сейчас проводится работа по формированию семенного фонда и предоставлению товарных зерновых суд. Просим акиматы регионов поддержать возможность закупа излишков семян для обеспечения испытывающих дефицит областей. В то же время акиматам областей необходимо уже сейчас организовать подготовительную работу по закладке основ будущего урожая. В частности довести до пассивных кондиций семена, предусмотреть в местных бюджетах средства на субсидирование приобретаемых сельхозтовропроизводителями репродукционных семян, проработать вопросы обеспечения ГСМ, подготовки техники, обучения кадров. В сентябрьском отчете Международного совета по зерну прогноз мирового производства пшеницы на 2012-2013 маркетинговый год с учетом влияния засухи в мире снижен до 657 миллионов тонн, что на 38 миллионов тонн меньше уровня прошлого года. В результате цена на товарных биржах выросла по сравнению с июлем на Чикагской на 21 доллар США, Парижской на 33 доллара и составили в первой декаде сентября соответственно 319 и 337 долларов США. Внутренняя цена в Казахстане по сравнению с июлем поднялась со 155 до 280 долларов, а это 42 тысячи тенге в черноморских портах с 270 до 350 долларов США. В текущем году в соответствии с поручением президента и протокольного поручения правительства, своевременно принят ряд мер оперативного и системного характера, направленных на упреждение и нивелирование последствий засухи, даны конкретные поручения заинтересованным госорганам и акиматам регионов. С целью стабилизации цен на муку и социальный хлеб, начиная с 1 августа текущего года, осуществляется поставка регионов 1,3 миллиона тонн продовольственной пшеницы из ресурсов продкорпорации по фиксированной цене 28 тысяч тенге за тонну в рамках меморандумов, заключенных между Минсельхозом, Акиматами, Нацхолдингом Казагра и Союзом зернопереработчиков. Отпуск зерна был рассчитан исходя из 50% потребности регионов и будет производиться до сентября 2013 года. Уже отпущено 247,5 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Ход исполнения поручений на прошлой неделе был рассмотрен на селекторном совещании Министерства сельского хозяйства с участием представителей местных исполнительных органов вплоть до Акиматов сельских районов. Даны соответствующие поручения всем заинтересованным сторонам. Благодаря принятым мерам удалось сохранить во всех регионах республики цены на муку, отпускаемую мукомольными предприятиями на уровне установленных меморандумами. От 44 тенге в Кустанайской и Северо-Казахстанской областях до 65 тенге в городе Алмата. В то же время, по итогам, за август-сентябрь предприятиями Атыраусской области выбрано только 21% выделенной продовольственной пшеницы, Мангостаусской 55%, Жамбылской 80%. В ряде регионов из полученного и переработанного операторами зерна выход муки первого сорта составляет от 24 до 58% вместо 70%. Так, если в Карагандинской, Акмолинской, Жамбылской областях выход муки колеблется от 65 до 67%, то по городу Астана составляет лишь 38%. Это влечет уменьшение ежемесячного объема муки, предусмотренного для стабилизации цен, и, соответственно, неполное исполнение основной задачи меморандумов по сдерживанию цен на муку и хлеб. Розничные цены на хлеб формовой первого сорта, по данным Акционерного общества «Каза Агромаркетинг», находятся в пределах от 39 до 58 тенге. Повышенный уровень розничных цен по сравнению с предельными установленными меморандумами наблюдается в Акмолинской, Жамбылской и Мангостаусской областях на 3 тенге выше, в восточно-казахстанской и западно-гостанской на 2 тенге. Вызывает озабоченность и тот факт, что за два месяца животноводческим предприятиям и личным подсобным хозяйствам поставлено всего лишь 13 тысяч тонн отрубей, тогда как из отпущенного объема зерна может быть получено 50 тысяч тонн. При этом цена не дороже 15 тысяч тенге за тонну. Следовательно, реализована только четвертая часть произведенных отрубей, что свидетельствует о низком уровне организации данной работы в регионах. Практически не приступали к реализации отрубей операторы Карагандинской, Атераусской, Мангостаусской областей. Слабо организована данная работа в Алматинской, Североказстанской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях. Для сохранения стабильности в животноводческой отрасли, не допущения в условиях дефицита кормов, снижения поголовья скота в сельхозваливаниях и в первую очередь маточного поголовья, проработан вопрос выделения из резерва правительства более полутора миллиардов тенге для частичного возмещения затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в стойловый период в предстоящую зимовку. Эту помощь получит сельхозформирование, в которых сконцентрировано 132 тысячи голов мясных и молочных коров. В настоящее время соответствующий проект постановления правительства находится на согласовании в государственных органах. Просим Министерства финансов, экономики и бюджетного планирования юстиции ускорить согласование проекта с тем, чтобы уже в ноябре агроформирование смогли получить государственную помощь. Осуществляется поставка продкорпораций 200 тысяч тонн фуражного зерна птицеводческим и синоводческим предприятиям. Выборка фуражного зерна идет согласно графика. На 12 октября текущего года птицеводческим предприятиям из выделенных 153 тысяч тонн отпущено 36 тысяч тонн предприятиям синоводства и 47,6 тысяч тонн. Это, надо сказать, тоже по стабильным ценам, по цене 28 тысяч, как и продовольственное зерно, с целью, так сказать, удержания цен на животноводческую продукцию. В то же время в Минсельхоз продолжает поступать обращение от птицеводческих предприятий о выделении дополнительных объемов зерна. При этом остаются нереализованными ранее выделенные объемы. Низкие показатели по выборке фуражного зерна отмечаются у птицеводческих предприятий Пустанайской – 46%, Жамбылской – 48%, Северо-Казахстанской – 58%, Карагандинской – 75% и Акмолинской – 78% от запланированного. Кроме того, есть обращение от владельцев откормочных площадков КРС выделить фуражное зерно из ресурсов под корпорацией по фиксированной цене. Считаем, что данный вопрос после детальной проработки с акиматами необходимо вынести на рассмотрение Госкомиссии по модернизации экономики. Сейчас в предкорпорации ведется закуп зерна в госресурсы для обновления продрезерва. Учитывая резкий рост рыночной цены на зерно, установленная постановлением правительства цена закупа пшеницы в размере 40 тысяч тенге за тонну уже не привлекательна для сельхозпроизводителя. В этой связи возникает угроза невыполнения закупа в полном объеме. Просим акиматы оказать поддержку на местах для обеспечения закупа зерна для обновлений госпродрезерва. Дочерними организациями холдинга Казагра ведется работа по пролонгации долгов сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи, возмещению части страховых выплат по застрахованным и погибшим из-за засухи площадям сельхозкультур, объем которых, по предварительным данным, составляет более миллиона гектаров. Около 90% погибших посева приходится на 4 области – Кустанайскую, Акмолинскую, Актюбинскую и Западно-Казахстанскую. На сегодняшний день дочерней организации Казагра поступило от сельхозформирования 11 заявок на пролонгацию 1,3 миллиарда тенге. На местах необходимо активизировать работу по организации представления сельхозпроизводителям заявок с полным пакетом документов на пролонгацию кредитов Казагра. Проводится работа по осуществлению страховых выплат сельхозпроизводителям по наступившим страховым случаям. По составленным актам обследования площадь гибели посева составляет 1,1 миллиона гектаров. Для сведения скажу, в 2010 году было 1,2 миллиона гектаров. Страховыми компаниями и обществами взаимного страхования по подтвержденным актам обследования произведены страховые выплаты на общую сумму 1,9 миллиарда тенге. Агентам по мере поступления заявок осуществляется возмещение части произведенных страховых выплат. Уже возмещено 404 миллиона тенге. Следует отметить, что резерв бюджетных средств достаточен для выплаты возмещения. Однако имеются проблемы по страховым выплатам, особенно по тем сельхозформированиям, которые произвели страхование своих посевов в обществах взаимного страхования. Данными обществами при заключении договора с сельхозпроизводителями сумма страховых премий рассчитывается по минимальному страховому тарифу. По этой причине сумма собранных АВС страховых премий составляет всего 488 миллионов тенге, в то время как предельный объем ответственности по страховым случаям составляет 38 миллиардов. Это существенный разрыв, который говорит о определенном дисбалансе в взаимоотношениях и необходимости соответствующего законодательного регулирования. Поэтому у Минсельхоза сейчас прорабатывается вопрос по совершенствованию законодательства. В этой сфере мы будем выходить с предложениями. В целях недопущения вынужденного сброса и забоя маточного поголовья КРС холдинг «Казага» в текущем году увеличивает объем финансирования в рамках программы «Сыбога», направленной на создание и развитие продуктивного стада фермерских хозяйств. При плане на 2011-2012 годы 82 тысяч голов маточного поголовья по состоянию на 15 октября приобретено участники программы 97,5 тысяч голов, что составляет 119% к плану. Хочу заметить, что картина в этом вопросе очень пестрая, на слайде она приведена. Разброс от 52% к плану до 188%. Есть такая не очень равномерная картина, не все регионы. Мы на эту тему селекторное совещание проводили. С Вашим участием участвовали. Вы знаете, насколько неодинаково подходят к этой работе в регионах. Я считаю, что серьезные организационные сбои в ряде регионов есть в этом плане. Основной проблемой, имеющей прямое влияние как на выполнение показателей программы, так и в целом на развитие животноводства, является отсутствие должного контроля и координации со стороны местных исполнительных органов за эффективной реализацией. В связи с этим считаем, что местным исполнительным органам необходимо принять меры по проведению на постоянной основе информационно-разъяснительной работы и среди фермерских хозяйств, в том числе о мерах господдержки, субсидирования, условиях кредитования, не будут допускать необоснованного повышения цен на приобретаемые поголовья в рамках программы. Важной составляющей работы является приобретение участниками программы племенных быковопроизводителей мясных пород, предназначенных для породного преобразования товарного стада. Здесь тоже далеко не везде. Даже акимы районов знают суть программы и возможности, которые она предоставляет фермерам, а также свои обязанности по ее пропаганде. В целом можно констатировать, что поручения, данные протокольными решениями правительства и госкомиссии от 23-24 июля текущего года в основном исполнены или находятся на завершающей стадии исполнения и позитивно сказываются на ходе подготовки к зимнему стойловому периоду и следующему периоду полевых работ 2013 года. Ответственность за реализацию вышеуказанных мероприятий в значительной мере ложится на акиматы всех уровней. Важно своевременно провести все необходимые организационные мероприятия, усилить контроль и обеспечить выполнение запланированных правительством мер по снижению неблагоприятного воздействия засухи. В свою очередь Министерство сельского хозяйства по поручению главы государства разработало отраслевую программу развития АПК на 2013-2020 годы, которая предусматривается увеличение мер государственной поддержки, направленных на существенное улучшение развития агрофермирований, в том числе совершенствование всей системы финансовой поддержки. В соответствии с Вашим поручением, Сергей Кневмедович, Министерством активизирована работа по обсуждению программы АПК-2020 и ее разъяснению населению. После этого она будет вынесена в заседание правительства. Спасибо за внимание.